Продолжение следует... Например, я ходил вчера в кино. I went to the cinema yesterday. Если это отрицательное предложение, то вставляется didn't. И глагол уже берется в неопределенной форме. Например, I didn't go to the cinema yesterday. Я не ходил вчера в кино. В вопросах did встает на первое место. И глагол также идет в неопределенной форме. Например, did you go to the cinema yesterday? Ходил ли ты вчера в кино? В коротких ответах также используется did. Если ответ положительный, yes, I did. Да, я делал, да, я ходил. Если ответ отрицательный, no, I didn't. Задание номер два. Match the verbs to their past forms. Заедини глаголы с их формой прошедшего времени. Это все глаголы неправильные. Начнем. Первый глагол eat, кушать. Вторая форма будет aid, кушал. Второй глагол make, делать или мастерить. Его вариант будет made. Третий глагол wear, носить одежду. Буква j, во, носил одежду. Четвертый take, взять. Взял будет took. Пятый do, делать. Делал будет did. Шестой be, быть. В прошедшем времени будет was или where. Следующий седьмой go, в прошедшем времени будет went. Восьмой have, иметь. Имел будет had. Девятый meet, встречать. Встречал будет met. Десятый come, приходить. В past simple будет came. Одиннадцатый become становиться. Становился будет became. Двенадцатый write, писать. Писал будет road. Тринадцатый buy, покупать. Покупать будет bot. Четырнадцатый. Син, петь. Пасимпл будет sun. Буква n. Пятнадцатый drink, пить. Пил будет drunk. Шестнадцатый begin, начинать. Начинал будет began. И последний, семнадцатый fight, бороться. Бороться будет fought. Задание номер три. Read the biography and put the verbs into the past simple, which are irregular. Прочитай биографию и поставь глаголы в прошедшее простое время. Past simple. Какие из них являются неправильными. Нам дан текст про Толкина. Толкин в скобках be born in South Africa. Толкин родился в Южной Африке. Be в прошедшем времени будет was. But he go to school in Birmingham, England. Но он ходил в школу в Англии в Birmingham. Go в past simple будет went. Это неправильный глагол. Толкин любил языки как ребенок. In his lifetime, Толкин created 15 new fantasy languages. За его жизнь Толкин придумал 15 новых фантастических языков. Create, придумать, это правильный глагол. Поэтому мы добавляем окончание D. Created. Толкин fight in World War I. Толкин боролся или сражался в Первой мировой войне. Fight – это неправильный глагол. Нужно посмотреть в таблицу глаголов неправильных. Вторая форма – это fought. Теперь определим, какие являются правильными и неправильными. Was – irregular, неправильный. Went – тоже irregular, неправильный. Created – не подходит, он правильный. И fought – неправильный, irregular. He married – это правильный глагол. Добавляем окончание – иди. Буква Y меняется на I. And they have four children. И у них было четверо детей. Have – в past symbol будет had. В 1925 году он стал профессором в Оксфордском университете. В 1925 году он стал профессором в Оксфордском университете. Become – вторая форма будет became. Токио начал писать произведения Хоббиты в 1936 году. Begin – это неправильный глагол. Вторая форма – began. It made token very famous. Это сделало токио очень известным. Make – тоже неправильный глагол. Вторая форма – made. Later, he write the lord of the rings. Позже он написал произведение Lord's Colets. Написал – write – это неправильный глагол. Вторая форма – wrote. It took him about ten years to write this book. Ему потребовалось около десяти лет, чтобы написать эту книгу. Take – тоже неправильный глагол. Вторая форма будет took. Он умер 2 сентября 1973 года. Die – это правильный глагол. Добавляем окончание – di. Теперь найдем среди этих глаголов неправильный – irregular. Merit не подходит. Had – irregular. Became – irregular. Began – irregular. Made – тоже неправильный – irregular. Wrote – took – irregular. И died – не подходит. Задание номер 3. Write questions and answer them in the example. Составь вопросы и ответь на них, как показано в примере. Первое задание – это пример. Where – talking and go to school? Где токен ходил в школу? Where – did – talking and go to school? В вопросе добавляется – did. Теперь отвечаем. He went to school in Birmingham, England. Он ходил в школу в Birmingham, England. Второе. Второе. How many fantasy languages do you can create? Сколько фантастических языков токен придумал? How many fantasy languages did you can create? Тоже добавляем – did. Посмотрим в тексте, чтобы правильно ответить. He created 15 fantasy languages. Он придумал или изобрел 15 фантастических языков. Третье. Which war he fought in? В какой войне он боролся? Which war did he fight in? И ответ смотрим в тексте. He fought in World War I. Он сражался в Первой мировой войне. Четвертый вопрос. Who he married? На ком он был женат? Who did he marry? Тоже добавляем – did. Теперь ищем ответ в тексте. Он был женат на Эдит брат. He married – ты Эдит брат. Пятый вопрос. When he married her? Когда он женился на ней? When did he marry her? Добавляем – did. Ответ. He married her in 1968. Шестой вопрос. How many children they have? Сколько они имели детей? Также добавляем – did. How many children did they have? Ответ. They had four children. Они имели четверо детей. Седьмой вопрос. When Tolkien became professor? Когда Tolkien стал профессором? When did Tolkien become a professor? И ответ. He became a professor in 1925. Восьмой вопрос. What he began writing in 1936? Что он начал писать в 1936 году? Что он начал писать в 1936 году? What did he begin writing in 1936? Ответ ищем в тексте. He began writing The Hobbit in 1936. Девятый вопрос. How long did he take to write The Lord of the Rings? Как долго он писал свое произведение The Lord of the Rings? How long did he take to write The Lord of the Rings? И ответ. He took about 10 years to write The Lord of the Rings. Десятый вопрос. When Tolkien died? Когда Tolkien умер? When did Tolkien die? Вопрос добавляем – did. He died on 2nd September 1973. Четвертое задание. Put the verbs in brackets into the past simple. Поставь глаголы в скобках прошедшее простое время. Hi, Helen. How are you? I'm fine. Привет, Елена. Как ты? Я прекрасна. I go to Sauron with my family last weekend. Я ездила в Саиран с моей семьей на прошлых выходных. Go в past simple будет went. It's a beautiful ruined city. Это красивый разрушенный город. The Arabs built it hundreds of years ago. Арабы его построили сто лет назад. Столетия даже назад. Past simple от built будет built. Последняя буква T. We spent the whole morning there. Мы провели там все утро. Прошедшее время. Spent будет spent. Последняя буква T. We walked around the city. And we speak to some archaeologists. Мы гуляли вокруг города. И мы разговаривали с некоторыми археологами. Speak в past simple будет spoke. Это все из таблицы неправильных глаголов. They know lots of things about Sauron. Они знают много вещей о Сауране. Но в прошедшем времени past simple будет knew. They tell us that in the 14th century it was the capital of the White Horde. Они рассказали нам, что в 14 веке это была столица Белой Орды. Аккорды. Tell в прошедшем времени будет told. Именно в past simple. In lunch time we eat a picnic outside in the sunshine. Во время обеда мы организовали пикник под солнечными лучами. Eat в прошедшем времени past simple будет aid. It was very quiet and peaceful. Там было очень тихо и умиротворенно. There weren't many people in Sauron. Там не было много людей в Сауране. But we see eagles, horses, lizards and cute tortoises exploring the ancient city. Но мы видели орлов, лошадей, ящериц, черепах, которые обитали в древнем городе. See в past simple будет so. We have a really great time. У нас было действительно хорошее время. Have в прошедшем времени в past simple будет had. You have a nice birthday. Write back soon, Camila. Был ли у тебя хороший день рождения? Did you have? На первое место встает did, потому что здесь вопрос. Задание номер пять. Read the text again and correct the false statements. Прочитай текст заново и исправь неправильные утверждения. Просмотрим пример. Камила went to Sauron yesterday. Камила ездила в Sauron вчера. She didn't go yesterday. Она не ездила вчера. She went last weekend. Она ездила в прошлые выходные. Второе. The English built Sauron. Англичане построили Sauron. Нужно опровергнуть это утверждение. The English didn't build Sauron. Англичане не строили Sauron. Посмотрим в тексте, кто же строил. The Arabs built it. Арабы строили его. Обратите внимание, что при отрицании используется глагол build. Начальная форма оканчивается на di. Когда мы уже делаем новое утверждение, используется глагол build. Это вторая форма неправильного глагола. Камила и ее семья провели весь день там. Составляем опровержение. То есть отрицание. Глагол spend оканчивается на di. Это начальная форма глагола проводить время. Теперь составляем новое утверждение согласно тексту. Они провели там все утро. Номер четыре. Они разговаривали с некоторыми туристическими гидами. Составляем отрицание. Они не разговаривали ни с какими туристическими гидами. Они разговаривали с некоторыми археологами. Тут тоже важно обратить внимание, что используется не some, а any. Some мы используем только в утвердительных предложениях. А здесь предложение с отрицанием. Поэтому выбрано any. Задание номер шесть. Ask and answer as in the example. Спроси и ответь, как показано в примере. Рассмотрим пример. Дана группа слов. You go to cinema Saturday. Ты ходить в кино суббота. Составляем предложение. Ходил ли ты в кино субботу? Did you go to the cinema on Saturday? И варианты ответа. Yes, I did. Да, ходил. No, I didn't. Нет, не ходил. Номер два. Your dad read a book last week. Твой папа читать книгу прошлой недели. Составляем предложение. Читал ли твой папа книгу на прошлой неделе? Did your dad read a book last week? И варианты ответа. Yes, he did. Да, он читал. No, he didn't. Нет, он не читал. То есть, your dad заменяем местоимением he. Номер три. You listened to music yesterday. Ты слушать музыку вчера. Составляем предложение. Слушал ли ты музыку вчера? Да. Did you listen to music yesterday? Варианты ответа. Yes, I did. Да, слушал. No, I didn't. Не слушал. Четвертое. You buy a DVD last month. Ты покупать DVD в прошлый месяц. Покупал ли ты DVD в прошлом месяце? Did you buy a DVD last month? Варианты те же самые. Yes, I did. No, I didn't. Пятое. Your family visited a castle last year. Посещала ли твоя семья замок в прошлом году? Did your family visit the castle last year? Yes, they did. No, they didn't. Your family заменяем местоимением they. Задание номер семь. Use the time expressions to write or say sentences about yourself, as in the example. Используя представленное описание времени, напиши или скажи предложение о себе, как показано в примере. Даны слова-подсказки к времени Past Simple. Yesterday – вчера. Last night – прошлой ночью. Last Sunday – прошлое воскресенье. Yesterday morning – вчера утро. Two years ago – два года назад. И показываем пример. I went to the museum yesterday. Я ходил в музей вчера. Здесь каждый может составлять предложение о себе. Показан пример. Например. For example. I watched TV last night. Я смотрел телевизор прошлой ночью. I ate pizza last Sunday. Я кушал пиццу прошлое воскресенье. I got up earlier yesterday morning. Я встал рано вчера утром. I visited a museum two years ago. Я посещал музей два года назад. Задание номер восемь. Use these verbs to find out what your partner did last weekend. Используя эти глаголы, определи, что твой партнер делал в прошлые выходные. Даны слова. Watch – смотреть. Eat – кушать. Study English – учить английский. Go – ходить, гулять. Read – читать. Drink – пить. Listen – слушать. Meet – встречать. Buy – покупать. Write – писать. Дан пример. Did you watch TV? Ты смотрел телевизор? Yes, I did. Да. Здесь также даны примеры. Вы можете составлять предложения на свое усмотрение. Например. Did you eat egg? Ты кушал яйцо? No, I didn't. Нет. Did you study English? Ты учил английский? No, I didn't. Или yes, I did. Did you go to circus? Ты ходил в цирк? Yes, I did. Да, ходил. Did you read a book? Ты читал книгу? No, I didn't. Задание номер девять. Writing. Write a short email to your English pen friend about what you did last weekend. Напиши короткий email своему другу о том, что ты делал на прошлой неделе. И дай шаблон, как должен выглядеть email. Например. Hi, Венера. How are you? Как ты? I went to the museum with my friends last weekend. Я ходила в музей с моими друзьями на прошлой неделе. We spent the whole day there. Вы провели там весь день. In the morning we looked at great pictures and exhibits. Утром мы смотрели на известные великолепные картины и экспонаты. In the afternoon we ate lunch at the cafe. Днем мы кушали в кафе. I enjoyed very much. Я наслаждалась этим очень сильно. Или мне это очень понравилось. It was fun. Это было замечательно, забавно. Write back soon. Вероника. Подпись. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...